Вот можно всё, приземлись прямо на обочине дороги. О, слава богу! Можно пойти, и то не каждые выходные. А будние дни вообще унылые стали. По ночам даже не могу уснуть, потому что сижу, точнее лежу, голову ломаю, что можно интересно снять. Из-за этого у меня бессонница, и потому я поздно засыпаю, и долго сплю, и день ещё короче кажется. Потому что поздно просыпаюсь, и темнеет рано. Вообще, облом полный. Тут, короче, на днях, получается, когда с Юлей ходили в лес, в лесу нашёл лесной орех. Я уже забыл про его, пока Юль, короче, её сумки не достала. Принёс домой, думаю, его разрезать, посмотреть, что там внутри. Обычно в таких орехах лесных, кроме шкалупы, ничего нет. Итак, приступим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, вот такой вот орех. Короче, вот такой вот орех. О, какой-то колючий такой вообще, колется. Сейчас бы его разбить бы ещё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внутри вообще трухлый, седобной части вообще нету. Вот только вот эта маленькая-маленькая биндюрка, по идее, седобная часть. Это не домашний вам орех. Ого, у меня руки жёлтые-зелёные. Ништяк. Целый день сам дома, когда сам так скучно. Делать вообще ничего. Юлька уехала к своей мамке, наверное, там светят пиво пьют. Когда она дома, если хотя бы с кого-то поиздеваться, можно. Кого поподскалывать можно. А, ну ещё и чаем не носит. Кушать там, бутерки под компьютер. А то я сам ленюсь ходить брать. Опа-на. Сейчас покажу вам. Травянчика. Какой уже вырос. Только свет включил. Вот так вот. Какой лохматый стол он. Это буквально где-то недельки за где вырос. Вот такая травичка на голове. Короче, пойду со скуки себе, наверное, куплю пивасика. И сяду, буду какой-то фильм втыкать. Я там в закладочке поотмечал, которые фильмы хочу посмотреть. Они уже долго висят. Так что, наверное, пришло время их посмотреть. Там за окном, по идее, холодно. Надо тепло одеваться. Хотя в морозин идти, это же не гулять. Это так. Туда-сюда пройтись. Можно особо и не одеваться. Но в футболке уже не пойдёшь. Так, оделся. Кошелик взял. Музочку взял. Ну, пакет взял. Ну, в принципе, ничего больше не нужно. Можно сьё в магаз. Кстати, не очень холодно. Итак, хрон-закупка готова. Два пиваса и рыбка. Пойду только пожру, и можно будет фильм втыкать, сидеть уже. Ну чё, можно приступать. Уже сытно покушал. Клика с первого раза не получается. А смотрите, я буду как ребёнок. Мультики. И Морти. Давно хотел повтыкать этот мультик. Вот только надумался. Критин! Я не дам тебе взорвать всех! Хорошо, хорошо, Морти, хорошо. Я посажу, посажу, посажу эту штуку. Всё, я сажу её. Строю тут у себя крутыша. Вот, Морти, всё. Приземлись прямо на обочине дороги. О, слава богу! А знаешь что? Я тебя испытывал, Морти. Особое испытание для развития тебя настойчивости. Ты серьёзно? Конечно, почему бы и нет. Знаешь что, Морти? Блин, мультик бомбесный! Всё вроде бы шикарно. Всё чики-пики. У меня даже поднялось настроение. Но беда, кончается пиво. Точнее, оно уже кончилось. Это печально. Короче, перед сном забабахло такую большую чашку чая. Сейчас одну партейку в Prime World и спать. Сейчас уже 12 часов ночи. Ну, где-то в час-полвторого я ляжу. И примерно в два-три я засну только. Сейчас уже 2.18 ночи. Но Наполеон не дремлет. Короче, я спать. Всё. Продолжение следует...